Статистика ютуба говорит, что нас уже смотрят не только зрители, хорошо понимающие русский язык, но и весь остальной мир. Поэтому всем привет и hello everybody. Я не знаю, что я полностью разговариваю, так что все нормально. Я знаю, да? Спасибо, что ставите лайки и подписываетесь на канал. Этим вы очень сильно мотивируете нас продолжать делать эту работу. Снимать видео про обслуживание и ремонт в Истанбуле. Я все так же, Сергей Будылин. Вы все так же на канале «Давайте разбираться». И в этой серии мы поговорим про соленоиды. В основной массе машины в Истанбуле исполнительные функции гидравлики, как правило, это навесное оборудование, работает у нас с помощью электричества или управляется электричеством. Нажали кнопочку, тумблер включили и так далее. Фреза поднялась, ухо на отвале шевельнулось. В общем, много где используется. Реализовано все это с помощью соленоида, специального электромагнитного клапана. Сам клапан, как мы видим, наполовину состоит из электрической части. Это катушка и сердечник, он же шток или якорь. И вторая часть, гидравлическая. В этой серии гидравлику трогать не будем, рассмотрим только электрическую часть. Клапан, это по своей сути, кран, открыт-закрыт, и открывает его этот соленоид. Подали электрический ток, электромагнит сработал, он открылся. Перестали подавать, под действием пружины шток возвращается назад. Если по какой-то причине у вас вдруг не срабатывает команда, что мы можем проверить в первую очередь? Мы можем проверить саму катушку соленоида. На пистонах львиная доля всех катушек одинаковая. Вот так она выглядит. На ней, если присмотреться, мы видим параметры. В нашем случае здесь написано 1,4 А. А именно таких катушек основная масса. Особенно на таких моделях, как 100, 200, 300 и 400. Эту катушку мы можем проверить на амическое сопротивление. Для этого берем мультиметр, прикасаемся к контактам катушки, диапазон измерения 200 Ом. И замеряем, какое амическое сопротивление есть у этой катушки. Если мультиметр показывает параметр около 18 Ом, например, 17,8, то это нормальная катушка. Ненормальная катушка, когда отклонение от 18 на 2 Ома и больше. Прозвонить эту катушку просто на целостность, как некоторые, я знаю, делают, этого недостаточно. И вот почему. Что такое катушка? Это достаточно длинная медная проволока, намотанная на шпульку. Проволока имеет свою изоляцию, ничтожная толщина лака. Изоляция может протереться или перегреться. Возникнет межвитковое замыкание. Катушка все еще будет целой и способной проводить ток. Однако в этом случае амическое сопротивление катушки изменится. Что такое неработающая катушка? Если она сгорела, то есть даже не прозванивается, то какая-то функция ротрака просто перестала работать. Если она, как мы говорим, просела, изменила свое амическое сопротивление, скажем, до 15 Ом, это такое пограничное состояние между работает и не работает, то на холодной машине, на холодной катушке, этого, скорее всего, будет достаточно, чтобы включить функцию. Однако по мере прогрева функция уже не будет включаться. Сразу хочу отметить, есть один важный момент. Есть одна особенная катушка находится на заднем гидравлическом блоке, слева от гидравлического бака, на клапане при сжатии фрезы. Визуально совершенно такая же, но если посмотреть внимательно, то на ней указана другая сила тока, 0,8 Ампер. Поэтому, если вдруг вы решили зачем-то поснимать все катушки с заднего блока, то будьте внимательны при их обратной установке. Это довольно частая ошибка. Если интересно, почему именно одна катушка 0,8 и почему она стоит именно на этом месте, пишите в комментариях. Я могу подробно про это рассказать в отдельном видео. На всех старых машинах 100, 200, 300 есть одна особенность. Внутри резиновые фишки, которые надеваются сверху на катушку. Внутри, между контактами, установлен диод. Если вдруг этот диод пробит, а его может пробить насквозь, и он будет давать короткое замыкание. Вы сняли фишку, проверили мультиметром катушку на амическое сопротивление. Оно нормальное. Как и должно быть, около 18 Ом. Поставили на место фишку, и все равно не работает. Возможно, что в этом случае именно диод вышел из строя. Заглянуть и посмотреть на диод, не разрушив штекер, не получится. Потому что он впаян внутри, между контактами. И залит резиной. Если вам интересно узнать, для чего внутри штекера стоит диод, спрашивайте в комментариях, мы расскажем. Вообще не стесняйтесь ставить лайки и писать комментарии. Вам это ничего не стоит, а нам очень помогает продвигать наш канал по этой довольно узкой и специфической тематике. Который, как мне кажется, очень нужен сообществу механиков-эротракистов. Так или иначе, если катушка исправна, а функция аэротрака не работает, то, скорее всего, нужно менять штекер. Но есть один лайфхак. Как правило, электропроводка на машине подготовлена для максимального исполнения. Всегда есть какой-то незадействованный штекер. Его можно временно срезать оттуда и использовать аэротрак на горе. Это для тех, у кого в парке одна или две машины и простой на несколько дней в ожидании запчастей критичен и несет большие убытки. Только не забывайте заизолировать провода там, откуда вы ее срежете. Короткое резюме. Если на машине отказала какая-то функция, то, скорее всего, это катушка. 9 из 10 вариантов, что это катушка. Если катушку посмотрели, она нормальная, то в 9 из 10 случаев оставшихся это диод. Может быть и проводка, может быть кнопка. За мою жизнь, как вы догадываетесь, я видел всевозможные варианты поломок и неисправностей. Но в подавляющем большинстве случаев это диод штекера. Туда надо смотреть в первую очередь. Кстати, диагностировать диод очень просто. Выключите зажигание, сняли фишку с той катушки, которую мы подозреваем, и прям фишку тем же мультиметром, выставленным на прозвонку диода. И проверяете прямое обратное сопротивление. Параметр сопротивления тут не нужен. В диоде самое главное в нашем случае пропускать ток только в одну сторону. Желаю вам откатать сезон без поломок, и чтобы проблемы, которые мы разбираем тут, на канале, вас не касались. Но при этом надеюсь, что эта информация оказалась для вас полезной и сэкономит вам кучу сил и времени, если какая-то неприятная ситуация все же произойдет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, звоните нам по телефону горячей линии, если вам нужна оперативная помощь или бесплатная консультация по любому вопросу, связанному с ратраками. Субтитры создавал DimaTorzok